Большинство людей считает, что Голландия и Нидерланды – это одна и та же страна. На самом же деле, между ними есть ощутимая разница. Нидерланды – обширный государств Западной Европы. Они включают в себя 12 провинций, только две из которых носят названия Южная и Северная Голландия. Таким образом, правильное название страны – Нидерланды, столица которого – Амстердам. А Голландия – это лишь часть страны в виде двух провинций. Нидерланды ассоциируются с именитыми художниками, роскошными цветами, большим количеством музеев и самыми высокими в мире людьми. Кроме этого, страна славится легализованной проституцией, где работницы официально платят налоги в казну. Всех жителей Нидерландов без преувеличения можно назвать необычными людьми. Где еще можно увидеть законно выращиваемую возле дома марихуану, полный отказ от зашторивания оконных занавесок или желание ездить только на старых велосипедах утяжеленной конструкции. Образ жизни этих людей тесно связан с ездой на велосипеде, что помогает им всегда отлично себя чувствовать и не загрязнять окружающую среду. Именно поэтому по закону этой страны велосипедисты имеют преимущество на дорогах. Нидерланды абсолютно оправданно считаются страной будущего. На территории этого государства, кроме велосипедов, распространены электрические автомобили. Здесь везде чистота и порядок. Рациональное использование ресурсов и продуманность просматриваются во всем. Железнодорожный вокзал Амстердама – самое настоящее произведение искусства. Особенно красиво он смотрится издалека. Просто дворец дворцом. Здание построено архитектором Кёйперсом в 1889 году в неоготическом стиле. Именно отсюда мы и начнем наш однодневный маршрут-прогулку по столице Нидерландов. В описании к видео мы обязательно оставим ссылку на карту со всеми пунктами нашего путешествия по городу. Возле вокзала обычная привокзальная суета. Люди с вещами машины, трамваи, корабли. Широкий мост от вокзала приводит к самому началу улицы Дамрак. Это бывший канал, засыпанный в 1845-1883 годах. Дамрак тянется до площади Дам, на которой стоит Королевский дворец. А после площади Дам меняет название на Рокин. Это главная улица, по которой люди попадают с железнодорожной станции в центр Амстердама. На ней расположены культурные центры, множество кафе, ремесленных мастерских и музеев. На эту улицу мы вернемся чуть позже. А сейчас, стоя спиной к зданию вокзала, стоит повернуть налево и пройти около 70 минут до здания библиотеки Амстердама. Голландцы или нидерландцы очень вовремя поняли, что в эпоху мгновенного доступа к информации пыльные темные залы с книгами и грубыми работниками не привлекут посетителей. В Амстердаме библиотека, преобразовавшись, сохранила свое основное предназначение – распространение знаний и информации. Для туриста библиотека привлекательна прежде всего бесплатной смотровой площадкой на восьмом этаже в самом центре города. Заходим в библиотеку, проходим прямо до лифтов, поднимаемся до верхнего этажа, спокойно выходим на смотровую площадку. Ввиду в целом малой этажности застройки города, вид открывается изумительный. Кстати, в библиотеке можно неплохо перекусить за сравнительно небольшие деньги. Например, кофе в библиотеке дешевле, чем в любом другом месте в центре города – 2 евро 40 центов за средний латте. Выйдя из библиотеки, снова держимся левой стороны, переходим по двум небольшим пешеходным мостам и поднимаемся на крышу Немо – крупнейшего научного музея Нидерландов. Музей, безусловно, очень достойный, но его посещение с изучением экспозиции займет немало времени, которого у нас нет. Мы лучше бесплатно поднимемся на крышу, чтобы снова осмотреть город с высокой точки. Правда, ракурс осмотра отличается от предыдущего места. На крыше же, кстати, также можно перекусить, выпить кофе. За научным музеем находится еще один – Музей судоходства. Это один из самых посещаемых музеев страны. Экспозиции музея посвящены истории мореплавания и речного судоходства в Нидерландах. Среди экспонатов – картины, изображающие великие морские сражения и портреты голландских военно-морских офицеров, модели кораблей, оружие, морские карты и многое другое. Среди собрания карт есть коллекция работ известных картографов XVII века – Вильяма и Яна Блау. Кроме того, в музее хранится одна из уцелевших копий первого издания работы Максимилиана Трансильвана – «О Малукских островах», в котором тот описал путешествие Фернана Магеллана. Рядом со зданием музея находится небольшой причал, где пришвартована реплика парусного судна «Амстердам», которое должно было ходить между Республикой Соединенных Провинций и Ост-Индией и один из немногих сохранившихся в Нидерландах пароходов «Кристиан» в Брунинге. А также в специальном павильоне расположена украшенная золотом лодка, построенная специально для нидерландского короля Вильяма I. Дальше возвращаемся вдоль канала по направлению к вокзалу к следующей достопримечательности города – Базилика Святого Николая, главный католический храм Амстердама. Она расположена в историческом центре города, недалеко от Королевского дворца. Официальное название базилики – «Церковь Святого Николая за стеной», так как она расположена внутри старых городских стен Амстердама. Статус базилики церковь получила на 125 году своего существования в 2012 году. Базилика Святого Николая считается одним из самых красивых храмов Амстердама. Недавно отреставрированная, с удивительной акустикой – это прекрасное место для проведения различных музыкальных концертов. В церкви находится орган XIX века, здесь проходят концерты органной музыки и выступления церковного хора. Китайский квартал Амстердама довольно компактный. Он занимает всего несколько улиц, параллельных кварталу красных фонарей. Зейдаг – весь основной колорит можно увидеть именно там, и параллельные гелдерсикады. Квартал начинается практически от привокзальной площади и заканчивается площадью Ньюмаркт. На улице Зейдаг находится настоящий храм Лотоса – самый большой буддийский храм в Европе. Если вам интересно заглянуть внутрь, то вы можете смело подняться по лестнице. Здесь давно привыкли к гостям и спокойно относятся к любопытствующим туристам. Храм открыт со вторника по субботу с 12 до 17 и по воскресеньям с 10 до 17. Кстати, и в целом после полудня – лучшее время для посещения китайского квартала, поскольку многие заведения открываются не раньше 12. И вот уже видна высокая башня старейшей церкви Амстердама – Аудекерк. Она так и переводится – «старая церковь». Год постройки – 1306. Возвели ее на месте деревянной часовни и осветили в честь святого Николая – покровителя моряков. На нее можно подняться. Стоимость посещения – 10 евро. Внутри церковь выглядит скромно, почти аскетично. Большую часть своего убранства Аудекерк потеряла в середине 16 века, когда в Голландии распространился кальвинизм. Кальвин, как известно, выступал против роскоши, и католические церкви в Голландии были переделаны в реформаторские, и из них выкинули все ненужное убранство. Пол церкви сложен из многочисленных надгробных плит. В течение веков здесь хоронили самых знаменитых и богатых горожан. Внутреннее пространство церкви разделено на три нефа. Слово «неф» произошло от французского слова «корабль». Неф уподоблен перевернутому корпусу корабля, и в Аудекерк – это сходство с перевернутым кораблем, первое, что бросается в глаза. Деревянные своды украшены рисунками и звездами. Вот уж куда кальвинисты не добрались. Главное украшение церкви – барочный орган Фаттермюллер. Произведение немецкого мастера Фаттера 1968 года. Орган славится своим звучанием. Недаром в Аудекерк проходят международные органные фестивали. Старая церковь стоит посреди квартала красных фонарей. Тем не менее, эти два полюса нравственности отлично уживаются. Рядом с церковью стоит памятник проститутке. В витринах соседних домов слегка одетые девушки поджидают клиентов, а рядом, контрастируя, находится и детский сад. В глубине заводной гладью на уже знакомой нам улице Дамрак высится кирпичная биржа Берлаги. А прямо перед нами – причалы, с которых отправляются туристические кораблики в путешествии по каналам Амстердама. Своё название биржу получила в честь создателя – архитектора Хендрика Берлаги. Это выдающееся архитектурное произведение было построено в 1903 году и положило начало новому стилю – так называемой Амстердамской школы. Биржа занимает целый квартал. Сейчас в ней размещены культурно-развлекательный центр, кафе, демонстрационные залы, магазины. Здесь проходят выставки, показы мод, выступления оркестров, лекции, различные светские мероприятия и даже квесты. А мы огибаем представительское здание биржи и по улице Паттерностерстейк сворачиваем к площади Дам. Название площади, как и всего города, связано с дамбой, которая была построена на реке Амстел в XIII веке. Дамба постепенно укреплялась и в итоге стала достаточно широкой для возникновения городской площади, позднее ставшей центром образовавшегося вокруг нее города. Площадь Дамб образовалась из двух площадей – Миддлдамб и Плацце. Постепенно этот район стал центром коммерческой и политической жизни. Главная площадь города, как и положено самому центру столицы, заполнена людьми до отказа. Здесь могут быть и группы туристов, и протестующие против беспорядков в Венесуэле активисты, и множество гидов, работников безлежащих закусочных, музеев и магазинов. Национальный монумент – мемориал на площади Дамб в Амстердаме в память о жертвах Второй мировой войны. Каждый год 4 мая у этого памятника проводится национальная церемония поминовения жертв Второй мировой войны и последующих вооруженных конфликтов. На площади Дамб также находятся две другие достопримечательности, которые будут интересны любителям архитектуры и искусства – Королевский дворец и Новая церковь. Королевский дворец – бывшая амстердамская ратуша, ныне один из трех дворцов в Нидерландах, которые находятся в распоряжении монарха. Здание построено в 1655 году по проекту Якоба Ван Кампена. Классические формы и роскошь внутренних интерьеров по замыслу создателей подчеркивает величие Амстердама. Дворец был построен в эпоху Золотого века и использовался как ратуша до 1808 года, после чего в нем находилась резиденция Луи Бонапарта. Ниевый Керк или Новая церковь – кальвинистская церковь XV века в Амстердаме, расположенная на площади Дамб рядом с Королевским дворцом. В 1408 году архиепископ Утрихский дал разрешение на строительство в Амстердаме новой приходской церкви, поскольку церковь Святого Николая не могла вместить всех верующих. Первоначально церковь была посвящена святым Марии и Екатерине. В XVII веке она была перестроена в готическом стиле. Церковь использовалась для королевских коронаций и инаугураций, последний раз при вступлении на престол королевы Беатрикс, а также бракосочетаний – последний раз во время свадьбы принца Вильяма Александра и Максима Сарагьетты в 2002 году. Заметьте, мы уже увидели немало интересного в Амстердаме, но пока обходились совершенно без денег, если не считать стаканчиков кофе, купленного в библиотеке. Однако бесплатно поплавать на кораблике, увы, не получится. За часовую прогулку по каналам столицы придется отдать около 20 евро с человека, если покупать экскурсию в самом центре. Отойдя несколько сотен метров от центра, можно купить тот же билет на 3-4 евро дешевле. Завершив водную прогулку, вам наверняка захочется немного перекусить. В городе большое количество ресторанов, закусочных, кафе, баров, кофеин, забегаловок и тому подобного. Нидерландская кухня не так разнообразна и интересна, но нет ничего более голландского, чем селедка с луком. Подобные лакомства продаются в центре, в туристических местах, часто в киосках синего цвета, что примечательно, эту селедку едят и местные жители. Выглядит самое знаменитое уличное лакомство, как обычный хот-дог. Только вместо сосиски вам кладут слабосоленую селедку с луком. На вкус, как селедка с луком и булкой. После активной прогулки все равно будет довольно аппетитно и вкусно. Следующий пункт нашей прогулки – это знаменитый цветочный рынок Амстердама, который находится на канале Сингел, недалеко от площади Дам. Пожалуй, выше знаменитого голландского сыра и тюльпанов в списке типичных символов Нидерландов стоят разве что мельницы. Самый знаменитый цветочный рынок, расположившийся, как и все в Голландии, частично на воде, находится в центре, на улице Сингел. Помимо семян, луковиц, тюльпанов и других растений, здесь можно купить даже семена той самой разрешенной в Нидерландах травы. Ввозить в другую страну их, конечно, незаконно, но само наличие их в продаже довольно забавно. Луковицы цветочных растений – очень хороший сувенир. Правда, цвет побега будет наверняка не тот, который изображен на этикетке, так что за цвет особо не переплачивайте. Что касается сыра, то он, правда, хорош. На субъективный взгляд, вкуснее сыр, наверное, только в Швейцаре. Прямо напротив цветочного рынка находятся многочисленные сырные лавки, где постоянно проводятся дегустации. Девушки в аутентичных нарядах режут сыры и предлагают попробовать любому зашедшему разные сорта. Обязательное дополнение к сыру – местная горчица. Это очень вкусно. Попробуйте. Но покупать здесь не советуем. В обычных супермаркетах продается тот же самый сыр в тех же сувенирных упаковках, но в полтора раза дешевле. Продолжим наш путь в сторону Лейтсплейн – оживленной площади, заполненной магазинами, ресторанами и кафе. Если вы проголодались, то на Лейтсплейн к вашим услугам будут чуть ли не все кухни мира на разный вкус и бюджет. А в одном из многочисленных бутиков, расположенных рядом, можно быстро прикупить какую-нибудь обновку на память об Амстердаме. Осмотр Амстердама будет неполным, если мы не заглянем на музейную площадь или музейный остров. Находится в 20-25 минутах ходьбы к югу от центра города. Именно тут находятся два самых известных музея – Государственный музей, Рейкс-музей и музей Ван Гога. Пожалуй, красивейшее место Амстердама, но не только музеями он знаменит. Сам остров представляет собой большое пространство с красивыми и большими зданиями, прудом, большой зеленой лужайкой, спортивными площадками. В конце 2018 года знаменитый знак «I love Amsterdam» убрали с площади перед Государственным музеем. Городские власти посчитали, такое заявление является слишком индивидуалистическим. Каждый день перед дверями музеев собираются толпы посетителей, поэтому если у вас в распоряжении всего один день для осмотра Амстердама, постарайтесь купить билеты заранее. Также имейте в виду, что даже для беглого знакомства с одним музеем вам понадобится как минимум час. На музейной площади заканчивается наш маршрут «Амстердам за один день». Остаток дня можно провести, прогуливаясь вдоль каналов, осмотреть ночной квартал красных фонарей или попробовать знаменитые веселые кексики в одном из кофешопов. Если получится приехать в столицу Нидерландов больше, чем на один день, обязательно посетите Заанцес Ханс и деревню Воллендам. Заанцес Ханс – это фактически музей под открытым небом, где можно увидеть разные виды мельниц, узнать принцип их работы и устройство мельничного механизма. Многие из них и сегодня в рабочем состоянии – сбивают масло или перемалывают зерно. Вы сможете не только понаблюдать за процессом вживую, но заодно и побывать на классической голландской ферме, увидеть, как делают настоящий голландский сыр, а еще заглянуть в мастерскую, где вырезают традиционную обувь с забавным названием кломпы. Парк Кекенхоф – не менее интересное место. Королевский парк цветов в Нидерландах, как и Заанцес Ханс, находится за пределами Амстердама. Каждый сезон Кекенхоф посещает более миллиона человек. Ландшафтные локации с четырьмя с половиной миллионами тюльпанов, ста разных сортов всевозможных цветов и оттенков никого не оставят равнодушным. А каким был ваш идеальный день в Амстердаме? Что вы успели и как планировали время? Или, возможно, вы еще только собираетесь в Амстердам, но уже составляете список того, что обязательно включите в программу? Оставляйте комментарии и не забудьте поделиться видеомаршрутом с друзьями. До встречи в следующем городе! Амстердам